Я хочу пригласить нашего гостя, первого, на сегодня будет два гостя. Первый наш гость прилетел, как я понимаю, специально для нас, потому что он только с аэропорта. Спасибо в свое время ребятам из Беларуси, о которых рассказали мне о нем. Если вы загуглите о Викторе, то первое, что вы увидите, это человек, который заплатил больше всего налогов в Беларуси. А это уже достоверно уважения. Я знаю этого человека, как человека, который инвестировал более 100 миллионов в IT-проекты. И когда... Спасибо огромное Виктории Тегипко, благодаря которой мы сейчас будем общаться с Виктором. И тот час времени, который вы можете уделить нам, это огромная ценность. Потому что каждый из нас сделал результат, но все хотят дальше и выше. И спасибо вам за то, что вы уделили войну. Виктор Прокопенев. Добрый день. Спасибо вам, что вы пришли. Мы доверили свое время. Время – это самый ценный ресурс, который у нас есть. Деньги можно заработать, потерянные вещи можно починить, а время уходит и не возвращается. И я бы хотел начать с такого маленького упражнения, я провожу такое небольшое исследование для себя. Возьмите ваши телефоны в руки. Попробуйте такого. Быть видимо, где... Можно без микрофона? Я без микрофона не буду слушать. Быть видимо перед собой. Снимите пароль. И теперь поменяйтесь по другому. И нажимайте там «Восап», «Ваймер», и считайте сообщение «Восап», 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 «Восап». Спасибо большое, а у вас все хорошо, здоровье. Меня зовут Виктор. Я из Беларуси, живу в Лондоне. Три года занимаюсь IT всю мою жизнь, 20 лет. Собственно, у нас два больших направления. Если мы говорим про те бизнесы, которыми мы занимаемся активно, мы много инвестируем в компании, которые мы особо не трогаем. И есть компании, которыми мы занимаемся очень активно и очень системно. Соответственно, направление первое – это все, что связано с финтеком и блокчейном. Я владею currency.com – это в первом мире биржа токенизированных директивов – криптобиржа. И capital.com – это онлайн мобильное отображение для трейдинга с оборотами из компетентов в месяц. И второе направление – это, собственно, то, что касается дополненной реальности компьютерного зрения и искусственного директора, можно сказать так, если это модное слово сегодня. Соответственно, мы делаем много разных технологий, которые используются на каких-то телефонах для распознавания лиц, объектов и других практических вещей. Собственно, мне пришли вопросы, которые вам интересны. И первый вопрос был, собственно, я много где учился, и интересно, что из этого самое интересное, как я понял. Это очень важно, да? Да и… Вот, собственно, я прошел больше всех программ в Стэнфорде. Если такая там ExecEducation, я прошел вон 8 программ там, да, собственно. У меня есть 7 нужных образований и степень доктора н.У. Поэтому я много еще где учился, изучал, смотрел, и я так понимаю, что вам интересно, что из того, что я прошел, может быть интересно в бизнесе. Не могу сказать, да. Как я понимаю, все вы руководители компании, поэтому это все применительно к менеджменту. Первое, это как-то я лет, наверное, 7 продал свою компанию в израильском городе. Собственно, почему я стал самым большим отечеством в Беларуси. И какую-то время мы с ним работали, это большая сделка, это самая большая в тот времени в Беларуси. И никак не могу понять. Вот я много где учился, смотрел на их компанию, во всех отношениях. Не могу понять, почему они успешны. Может, их будет почти 40 лет было тогда. Он очень сильно переживал, что у него 7,5 миллиардов, а не 10. к 40 годам. Для него это была такая серьезная проблема. И все аспекты того, что они делали, на мой взгляд, делались неэффективно. В отношении проект менеджмента, какого-то операционного управления. Прямо всего. Но была одна вещь, которую они делали супер классно. И это вещь, которую часто все мы про нее знаем, но очень часто недооцениваем важности этого. И, собственно, все вещи, про которые я не буду говорить, они касаются менеджмента и они были актуальными всегда. Не последние до которых 10 лет или 20. 10 лет назад. Это были вещи, которые важны были всегда. Так вот, если подумать на тему того, когда два человека встречались на берегу, там, Тигра или Фрата, там, 2000 лет назад, и они занимались бизнесом. Это просто, что они делали? Они не писали на другую мейлы, они не звонили, они не делали безумные таблички в Excel, но они договаривались, они вели переговоры. И очень часто мы относимся к ведению переговоров как к нечто какому-то искусству, к чему-то, что приходит, у одного получается, у другого нет, собственно, и мы не подходим к этому системно. Однако сегодня мир сделал большой прогресс к людям в отношениях. Есть большое количество литературы, есть большое количество научных подходов, которые отвечают на огромное количество базовых вещей. Кто должен делать первое предложение? Каким ему должно быть? Стоит ли вести переговоры в той или иной ситуации? И так далее. И, собственно, чем определяется сила переговоров? И многие другие вещи. Поэтому, собственно, эти изобретения, которым, собственно, я помогла компанию, они очень-очень классно умели это делать. Не системно, не научно, но очень-очень круто, потому что отличная история. Так вот, идея в том, что как-то я поехал в Stanford и там был курс по ведению переговоров. Важно понимать, что есть большое количество вещей в отношении ведения переговоров, которые мы недооцениваем. Например, у многих из нас ощущение того, что переговоры – это про то, чтобы мне больше, а тебе меньше. Хотя, на самом деле, переговоры – это прежде всего про создание ценности. Переговоры – это прежде всего про то, чтобы найти какие-то вещи, которые имеют разную ценность для договаривающихся сторон. Условно, хорошим примером является, наверное, известным всем на второе, где девочки ругаются за апельсином. Не могу понять, кому это достанется. Бьются, держатся, рвут волосы, как обычно. И в итоге садятся, начинают говорить. И оказывается, что одна девочка хочет сделать из куроки пирог, а другая хочет сделать сок, ей нужно мякоть. И не было смысла в том, чтобы драться не было. Важно было просто сесть, договориться. И получается, что в данном случае для разных сторон одна и та же вещь имеет разную ценность. И важно помнить, что в бизнесе получается так всегда. У нас гораздо более сложный день, чем апельсин, безусловно. Тем не менее, получается, что всегда есть большое количество параметров, по которым можно договариваться. И вопрос в том, чтобы достаточным образом изучать интересы друг друга, находить их и создать ценность. Потому что девочки создали ценность. Они сделали так, что и одной, и другой из них стало хорошо. Вторая вещь, которую тоже рассказывали на первом занятии, наверное, это то, что переговоры часто воспринимаются так, что мы должны сделать сделку. По-любому. Сделал сделку – молодец, не сделал – плохо. Что цель выиграть, кого-то нагнуть, захватить что-то и еще и так далее. Но часто мы забываем, что истинная цель переговоров в том, чтобы сделать классную сделку. Не любую сделку, не какую-то сделку, а именно классную сделку. И всегда нужно помнить, что можно уйти. Всегда можно помнить, что эта ситуация не последняя. И цель в том, чтобы вот этот навык постоянно развивать, улучшать, делать его сильнее. Собственно, мыслям мы в чем? В том, что вот есть басконкурсы, а вот и по этому поводу, если у кого-то есть возможность, то я бы очень рекомендовал туда съездить. Есть много идей о другом поводу, всякие разные книжки, типа есть там «Гарвардский стиль переговоров», есть «Стэнфордский стиль переговоров». Есть такая книжка, наверное, известная многим, «Ури Леви», «Get into Yes». Вот, это «Гарвардский стиль переговоров». Да, есть как бы ряд книжек по «Стэнфордскому стилю». Но мысль в чем? В том, что сегодня это очень изученная область. И сегодня то время, когда этим можно заниматься профессионально. Это уже не такая штука, которая совершенно никому не понятна. И кажется, что это очень абстрактно, неясно, неизвестно. Второе, что важно. Второй навык, который мы будем говорить, это, собственно, который, опять же, на мой взгляд, часто недооценивается предпринимателем. Это голос. Понимаете, как получается интересно, что многие из нас записывают свой голос в гектафон, потом слушают, думают, какой кошмар, и выкидывают его. А в реальности, если подумать, то эта ситуация похожа с тем, что вы подходите к зеркалу, смотрите, какой кошмар, думаете, ай, ну и фикс, не буду бриться. Собственно, идея в том, что голос так уж устроен в мозг, хомасакинцев, которым мы его управляем, что одна и та же вещь, сказанная разным голосом, может быть огромную разницу. И так уж это происходит, что мы очень часто просто игнорируем. Нам кажется, что вот имейлы, какие-то там, значит, звонки и прочие вещи – это не так важно. Но это важно. И важно понимать, что две тысячи лет назад, когда люди управляли друг другом, они не много другого писали, они говорили. И две тысячи лет назад, когда человек управлял, он умел говорить. Сегодня в бизнесе людей, которые могут говорить, можно прочитывать пальцы. И что важно, что если вы за официальный гектафон и слышите, какой кошмар, это не означает, что так уж сложилось, что у вас какие-то проблемы от рождения. Я вам скажу, что не бывает от рождения нормального голоса. Это всегда следствие серьезной и большой работы, которой нужно объективно заниматься. Девушки, гипосексуальные. Самое классное, что можно сделать – упустить голос. Лучше любой косметики, лучше любых других вещей, лучше любых шмоток и прочих вещей. Поэтому очень рекомендую. Собственно, из практических вещей могу сказать одну вещь, что все изменения в нашей жизни, как правило, это следствие тех привычек, которые у нас есть, того, что мы ежедневно изо дня в день делаем какую-то вещь. Я вот недавно на телефоне увидел, у меня есть такая программа, как калу, я встретил для медитации. И какой-то вот, сколько-то, 300 дней подряд у меня этот стрейк. И я посмотрел, что, оказывается, я за 300 дней потратил в ней там что-то 75 часов. Думаю, блин, по 10 минут каждый день, и в итоге такое огромное, огромное количество времени. Собственно, идея в том, что мы можем меняться через создание этих привычек. И, собственно, если говорить в отношении привычек, которые позволяют изменить голос, я бы рекомендовал то, что каждый день читать. Брать страничку текста с пробкой или без пробки, там 10 минут, не надо больше, больше никогда не будет времени, да, собственно. По 10 минут, но каждый день читать, и в итоге вы проведете очень большое количество времени, и вы увидите разницу. Важно понимать, что часто в работе с нашими людьми мы фокусируемся чрезмерно в ответе на вопрос, что им делать. И забываем при этом, зачем. И важно понимать, что люди, которые понимают, зачем, они совсем по-другому могут добиваться какого-то результата. Когда Кеннеди пришел на космодром и спросил уборщика, что ты здесь делаешь? Любожий говорит, господин президент, я помогаю запускать человека в космос. И понимаете, насколько по-другому чувак идет металл. Понимаете, не просто там как это болтает, то есть не нужно его бить, не нужно ему какие-то делать указания, он очень глубоко понимает, зачем. И суть в том, что благодаря голосу можно делать так, что люди будут глубже понимать, зачем. Конечно, не только про голос. Конечно, это часто про то, о чем мы говорим. Я как-то удивился очень. Бризанский парламент недавно револиковал переписку с Гюкербергом. Видел это, не знаю. Но они там, какой-то был скандал из этих данных. И, собственно, они револиковали переписку. И я какое-то количество прочитал. И вот интересно, что? Интересно, о чем разговаривают топ-менеджеры Facebook и по почте? Ну, там было много вещей, связанных с данными, но вопрос контекста. И что меня удивило, что очень много того, что они обсуждали, было в отношении ответа на вопрос вами. Почему мы делаем вот эту вещь? Не что мы будем делать, а почему. И как мы объясним это нашим людям? Как мы сделаем так, чтобы они глубже это понимали? Чтобы они могли более эффективно прийти к какой-то цели. Поэтому ответ на вопрос «почему?», ответ на вопрос «зачем?», на мой взгляд, опять же, это та вещь, которую мы очень часто бываем, когда работаем с нашими сотрудниками. Следующее – это storytelling. Так уже встроен наш мозг, что нам сложно оперировать абстрактными моделями. Нам сложно думать какими-то материалическими формулами, цифрами и прочими вещами, потому что они абстрактные. однако наш мозг идеально создан для того, чтобы воспринимать историю. Как-то я прочитал книжку, называется «The Made in Mind» Джетри Миллера. Семерский профессор, он антрополог, биолог, и он рассказывает такую интересную историю, что много-много тысяч лет назад одна группа обезьянок стала очень-очень успешной, классной, и в итоге захватила планету. И высказать о том, почему. И в итоге он рассказывает про такой феномен, как орнаментация. В животном мире есть проблема. В санке нужно быть СМСА, чтобы получить более эффективное потомство. И природа интересным образом решает эту проблему. Она создает… И поскольку вопрос фитнеса самца является очень, так сказать, сложным фактором, то в природе есть такое понятие, как орнамент. Например, вот хвост фазана. То есть, значит, тот фазан, у которого длиннее хвост, его воспринимают самки как того, у которого больше фитнес, соответственно, как бы с ним нужно дружить. И в итоге… Почему? Потому что если у чувака просто такой хвост, то точно все сторонним нормально. Потому что если он много полезный эффективный, то у него куча времени. И, например, у петуха гребешок. Аналогичная история. И он рассказывает теорию, что много-много… А, и как это происходит? То есть он не… Я уже не помню деталей от воды, но группа сам их решает, что, например, вот этот орнамент. И потом происходит такая очень быстрая селекция, которая приводит к тому, что за небольшое количество поколений хвост удлиняется. Да, собственно, и там гребешок растет. Ну и растет там у тебя, у кого нужно, у тебя кого не нужно нет. Ну и, собственно, в итоге… Как это там… Фитнес… Какой-то, например, на группу увеличивается. Да. Но также и увеличивается этот орнамент. И он говорит о том, что без прогресс последних тысяч лет, все наши достижения – это все благодаря нашим женщинам. Потому что… 8 марта… Потому что… Много-много тысячи лет назад они решили, что орнамент для людей – это искусство рассказывать истории. И так получилось, что когда-то давно самки каких-то обезьянок решили, что искусство рассказывает истории – это то, что показывает фитнес. И прошло какое-то количество поколений… Это теория этого парня, да, не моя теория, поэтому… Если кто-то хочет поговорить по поводу других твоих происхожденных человечества, это не ко мне. Я говорю про то, что он пишет, да. И идея в том, что очень какое-то ограниченное количество поколений привело к тому, что наши мозги стали гораздо более эффективными. Но его идея в том, что первично орнаментацией было искусство рассказывать истории. И очень часто в бизнесе мы про это забываем. Очень часто мы думаем про рекламу, про какие-то отношения с сотрудниками, про какие-то другие вещи как про что-то очень обыденное. Хотя на самом деле, опять же, искусство рассказывает истории очень глубоко изучено. Очень глубоко описано. Есть куча литературы по этому поводу. И к этому можно подходить тоже системно и гораздо более академично, чем это делают многие из нас. Из того, что мне вот по этой теме нравится, это самые сильные, на мой взгляд, ребята, которые глубже всего понимают, что такое история и как ее создавать. Это ребята в Голливуде, которые, собственно, делают фильмы, которые мы смотрим. Большинство скринтаймов, которые смотрят видео в мире, это все то, что производится в Голливуде. И вот есть такой очень старый мужик, Роберт Макки. Он написал книжку The Story. Он был тем, кто учил многих скринрайтеров, скриптрайтеров, по которым я пишу сюжеты. По сюжетам которых мы, собственно, видим текущие фильмы. И мысль в том, что к этому тоже нужно подходить система. Людям не нравится просто какая-то позитивная история. Людям нравится, когда есть герой, когда есть проблема, когда есть какая-то личность, когда каким-то образом проблема решается, когда есть какие-то перепады, когда нет лишних деталей. А лишние детали это то, что любая история, вот он в этой книге рассуждает в отношении того, что есть хорошая история и что есть плохая история. И почему голливудские фильмы так очень быстро распространяются по всему миру. И почему многие другие страны не могут это повторить. И он говорит, что это очень простая штука, что в реальности мы смотрим фильм, и нам кажется, что он про какие-то роботов. С Мэгл Скинс с моим ребенком Трансформер. И последний там был вообще-то. И кажется, он про Трансформеров, про роботов, а на самом деле про дружбу. И это такая вещь, которая есть внутри каждого из нас. И если посмотреть на этот фильм через призму этой книги, то что видно, что там нет лишних деталей. Там нет такого, что вот они дружат, все прекрасно, все хорошо, все как бы нормально. Там происходит постоянное вот это вот передвижение одного конца в другое. И все лишние детали, которые не нужны для того, чтобы создать это переключение, они убраны. И, собственно, мыслено о том, что третий навык, который, на мой взгляд, опять же, в очень сильном бизнесе, который, опять же, был актуальным и сегодня, и последние несколько тысяч лет. Это вот, собственно, искусство рассказывает историю. Вот. И что-то меня сейчас спросили. А, вот, там еще был вопрос. В отношении того, с чего я начинал свой бизнес. А я занимался бизнесом с 13 лет. То есть я начинал с того, что ты продавал компьютеры. Но первый большой бизнес я, собственно, сделал, когда учился в школе. Концент действительно большой. Значит, мы занимались разработкой каких-то разных сайтов и разных программ. Такая была ситуация. Я очень хорошо учился в школе. Закончил с золотой медалью. И все время думал, что здесь такой бум, что такой бедный. И я нашел в интернете сайт в детстве. Назывался Elance.com. Это типа симфоничного freelancer.com. Зарегистрировался там. И там идея такая, что это был год, наверное, 98-й или 9-й. И не такой старый. В итоге там была такая махантика, что компании размещали свои заказы. И различные всякие разработчики со всего мира могли ставить ставки. То есть типа я сделал этот проект за штуку баксов, за две и так далее. И, собственно, я начал ставить ставки. И никто меня не выбирал. Вот, естественно. Потому что у меня был кривой английский. Ну, относительно кривой. Вот. Значит, я плохо понимаю вообще в жизни и так далее. Но в итоге я расстроился, конечно, но продолжал ставить ставки. Меня все равно не выбирало. Потом я понял, что это слабая идея. И написал на... написал такой скрипт, который брал. Я подумал, что я буду ставить на каждый проект ставку. Если видно, что, например, какой-нибудь Упта из Пакистана. Ставит все время там дешево. А какой-нибудь там Рашид из Индии. Ставит дураю. В итоге я написал такую классную программу. И она смотрела средние цены и ставила в каждую проект среднюю цену с каким-то датным текстом. Вот. И в итоге запустил скрипт и ставил в заказ ставки для всего Уптона, которые там были. И вы знаете, как это есть? Часто говорят так, что типа стучись во все двери, и он какая-нибудь не закроется. Ну, вот мне как бы открылось. Наверное, нас там до десятичного раза какое-то... Тогда просто был целиком. В целиком он дали бум. Вот. И было очень много заказов. И тогда была ситуация, что в Беларуси программисты получали 100 долларов, там 150. В Долине они получали типа 150 долларов в день. Ну, вот на эту маленькую маржу можно положить. Вот. Собственно, делать всевозможные ошибки. Вот интересная мысль, которую нам рассказали на МВИ, что в конце. Они говорят, знаете, я вам желаю, директор сказал, что вам ничего за то, что мы говорили не пригодилось. Это самое. И почему? Потому что, когда ваш бизнес имеет огромную маржуну. Собственно, вот там, когда парень, который продавал духи, покупал там за доллар бутылочку, она стоила там десять раз больше, да, или сколько там. То очень многие вещи в отношении оптимизации не нужны. Можно делать все, как это сказать. Можно допускать все возможные ошибки, и все будет нормально. С другой стороны, когда маржа там полпроцента, как у другого сети, то, как бы, есть вопросы. И, собственно, вообще далеко в ситуации, когда потеряешь деньги. Так вот, мне ввезло. Я начал с того, что, собственно, у меня был бизнес, который был космический маржан. И эта маленькая программа поставила ставки на все возможные аукционы. В итоге мы получали огромное количество заказов. Я тогда еще в школе, сейчас, мог покупать несколько квартир каждый месяц. Это было очень смешное время, потому что, и плюс ко всему прочему, был страшный цикл, что получалось, что мы ставили эти заявки, получали потом хорошие отзывы, и наша сила профайлов увеличивалась. И в итоге нас собирали еще больше. И оно вот раскручивалось со страшной силой. И потом, в определенный момент времени, я сделал ошибку. Я тогда учился параллельно со школой. И вот, например, была такая экспериментальная программа. Мы учили экономику. Там есть такой исчерпник, называется Маконовая Дрю. Думаю, что многие из вас его знают, кто экономик, когда так приходил. Там есть такая смешная формула, типа, не формула, а график. Типа, что чем больше цена, тем меньше спрос. Ну и типа, тем больше цена, тем больше предложений. Вот. Такой простой график. Все вы, наверное, видели, да? Я думаю, мне было тогда шансы, я думал, о, я же крутой экономист. У меня большой спрос, мне нужно поднять цену. Ну и я, значит, думаю, это такая простая задача. Добавляем в конце этого скрипта, умножаясь там на 1,2. Значит, конечную цену. И что вы думаете, произошло? Начали больше вписать. Вот. Короче, в итоге я закончил, я все время увеличивал цену, в итоге меня заплебнуло этим заказом и нас забанили, потому что мы их просто не могли все делать вовремя. Я понял, что экономикс – полная чушь. Вот. Прошло очень небольшое, прошло какое-то количество времени, да, собственно. Наверное, к году 2010-му стали популярны все эти книжки в отношении иррационального поведения человека, в отношении устройства мозга, в отношении того, что люди не ведут себя иррационально, и все эти старые теории в отношении того, что все там академические агенты умные и делаются все, как это сказать, исходя из своих интересов – это все неправда. Да? В реальности люди нерациональны. Вот. И там, конечно, такое тоже объяснение, но, тем не менее, в итоге меня забанили, и я остался без аккаунта. Вот. И вам пришлось создавать весь бизнес заново. Но что интересно из этого всего дела, если какую-то я хотел сказать, вещь, которую я самую интересную во время я понял – это то, что в то время в Беларуси каждые выходные был такой пейнтбольный клуб. И туда, чтобы поехать бегать, стоило, наверное, долларов 150. Когда Сарид зарабатывался с агентства «Все доллара», потом было весьма подробно, и там собирались слишком богатые люди. Вот. И я никак не мог понять, что их отличает, собственно, от людей, которые не зарабатывают столько денег. Вроде бы, что-то же самое. Сунулся, может, там толстые, худые, но нет. Там лысые, волосатые. Ничего не находило проще. Мне было 16 лет, да, собственно. И тогда я оттуда ушел, когда понял, собственно, почему. Я понял, что все, кто стали успешными, стали и потому, что они так решили. Что они не сомневались в отношении того, что у них получится. Поэтому, собственно, я вам желаю, чтобы никогда не сомневались в своих силах, чтобы у вас все получалось. Спасибо. Спасибо. Один из вопросов, которые задавали, это 100 миллионов долларов вы инвестировали в IT-проект. По каким критериям вы выбирали, куда инвестировали? Да. Ну, собственно, мы инвестируем в те вещи, которые мы хорошо разбираемся. Как, в принципе, любые инвесторы. Мы хорошо понимаем FinTech. Мы хорошо понимаем в машинном обучении. Мы хорошо понимаем, каким образом, благодаря этим технологиям поменяется мир. А с этого очень вдохновляет. Поэтому, собственно, мы таким образом в эти два направления инвестируем. Есть какой-то набор параметров, как вы выбираете идеи команды? Понятное дело, что в вашей зоне экспертизы. Или, ну, как? По каким критериям все равно? Есть какое-то определенное видение того, как мы считаем, будет выглядеть мир через 20 лет. Например, мы считаем, что мобильные телефоны, которые есть у нас сегодня, они будут, да, появится устройство до полной реальности. Там не завтра, не через три года, да, собственно, а там есть какое-то количество лет. Важно понимать, что в отношении того, чтобы прогнозировать, каким образом, собственно, поменяется мир, важно понимать такую вещь, что наш мозг так устроен, что мы думаем линейно. Например, простой пример. Я разговаривал с хозяином большого мобильного оператора в Беларуси. Он говорил, что мы когда создавали компанию, пришли в BWC, Ernst & Young, всем этим мальчикам, и говорим, типа, сколько мы там будем зарабатывать через 10 лет или через 15 лет. Ну и мальчики такие говорят, что у вас там в день по 100 телефонов. Это был год 2000. Получается, что в день по 100 телефонов в итоге получится, что у вас там будет в Беларуси максимум. Самый крутой прогноз был, типа, 300 тысяч телефонов. Да? Все мы знаем, что произошло на самом деле. И надо сказать, что он говорил, что на полном серьезе никто не догадывался и не предсказывал того, что это может настолько сильно измениться. и что важно? Важно, что думаем мы линейно, а технологии распространяются, внедряются, как правило, экспоненциально. Это что означает? Что медленно-медленно растет, и потом начинает очень-очень быстро награды наоборот. Да? То есть получилось, что в 2004 году продавалось 15 миллионов платформов. Прошло там пару лет, это было, типа, 50. Да? Но прошло 10 лет, и эта цифра стала полтора миллиарда. Да? Соответственно, идея в том, что очень многие тренды, которые мы сегодня видим, нам кажется, что, ну, что это, какие-то там бесплодные автомобили, там, не знаю, что-то такое, как бы постепенно, как-то медленно развивается, да, и вероятно, что оно будет так же дальше развиваться и сильно ничего не изменит. Однако в реальности нужно, нельзя это как-то оценивать. Мир оцифровывается. Все больше предметов становится софтом. Смотрите, в нашем детстве фонарик – это буду устройство. Да? Сегодня фонарик – это программа. Сегодня фонарик – уже никто не думает про реальное устройство, когда мы говорим о том, что фонарик. Книги аналогично. Для молодежи – это уже программа в телефоне, это не предмет. И как только технология оцифровывается, она убирает лишние барьеры и начинает распространяться экспоненциально. Поэтому, собственно, необходимо, никогда нельзя и дооценивать тех изменений, которые могут произойти. Соответственно, что мы сегодня видим? Да? Что благодаря искусственному интеллекту и благодаря компьютерному зрению, компьютеры могут видеть огромное количество вещей гораздо более эффективно, чем это делают люди. Например, вот у нас есть технология, которая позволяет отслеживать движение направления взгляда, определиться. И по движениям направления взгляда можно определить личность, тип личности. Типа интроверт, экстраверт, весь Big Five, да, собственно. Вот. И пройдет очень небольшое количество времени, и компьютеры, благодаря компьютерному зрению, смогут очень сильно изменить то, как мы взаимодействуем с технологиями. Например, есть такая штука – паспорт. Есть билеты. Это все уйдет. К компьютеры, мы будем идти в аэропорт и просто идти к самолету. Они будут видеть наше лицо, и по лесу, по походке, по лесу, по другим факторам, они смогут интенсировать нас гораздо лучше, чем практически любой другой способ этого. И что будет дальше? Собственно, сегодня мы все проводим, сегодня в среднем мы проводим там 4-5 часов в день в телефоне. И это очень какая-то грустная штука, да, по отношению к тому, что маленьким экраном мы проводим огромную часть своей жизни. Важно, что, знаете, мне как-то рассказывал один человек из Лондона, что 5 часов в день у человека в Лондоне или там в Пакистане или Белоруссии очень слабо, между собой, уже сегодня отличаются. Потому что потребление сдвигается в сторону цифры. Так вот, идея в том, что дополненная реальность, она приведет к тому, что у нас будут там и очки, и линзы, и какие-то еще устройства. Мы будем идти по улице и видеть и взаимодействовать с технологиями. Вот не будет такого, что мы пишем смс-ку, а будет такое, что мы видим перед собой человека, которого нет, да, он с нами разговаривает. Будет такое, что, например, скажем, в будущем, сегодня опыт использования мобильного приложения карт. Мы запускаем карты, пишем, что хотим пойти отсюда, там, фономиков, да, мы, так сказать, начинаем идти в одну сторону, и, как бы, оказывается, что нужно будет идти в другую сторону. Потому что в итоге на телефоне мы видим, значит, абстрактную картинку, в реальности видим какую-то другую ситуацию. Идея в том, что в будущем очки будут позволять видеть, куда нужно идти по картам в реальном режиме, на плоскости. Мы будем идти и видеть в очках, что вы поворачиваетесь на лево, здесь на право, прямо и так далее. Так вот, собственно, благодаря этим новым устройствам все взаимодействие с технологиями изменится. И, собственно, что мы делаем сегодня, да, почему нам, например, интересна дополненная реальность, потому что эти истории и эти способы взаимодействия с технологиями из будущего можно переносить сегодня. Например, те же самые карты. Можно сегодня запустить камеру в телефоне Google Maps, идти по улице, и она будет в камере в телефоне показывать, куда пойти. Google недавно уже его показал. Или, например, Pokemon Go. Можно по-разному про него думать, но один из способов, как можно про него думать, это игра из будущего. В будущем мы будем взять очки и ловить покемонов, да. И ребята перенесли тот опыт, который есть, который будет у нас в будущем, в сегодняшние телефоны. Собственно, мы этим занимаемся. Мы делаем различного рода алгоритмы распознавания для существующих телефонов. Причем не для iPhone 10X, как у вас тут, да, собственно, а для дешевого 100-баксов Андроида. Потому что люди используют такие телефоны сегодня в мире, а не дорогие устройства, на которых есть куча процессов на времени, памяти и всего остального. Это очень сложная алгоритмическая задача. Поэтому мы сообщаем на допрос, что мы каким-то образом себе представляем, как будет выглядеть мир в будущем. Причем это все очень условно. Безусловно, все эти прогнозы, кроме того факта, что это все очень сильно изменится, и кроме того факта, что не стоит недооценивать то, насколько может это измениться, и насколько быстро это может поменяться. Вот, а все очень условно. И, собственно, мы смотрим на компании, которые могут быть комплиментарны к этому через какое-то время. Виктор, скажите, пожалуйста, за какими трендами вы следите, не говорите, и куда планируете инвестировать в ближайшие 2-3 года? Точно, я говорил, собственно. Машинное обучение, дополненная реальность, компьютерное зрение, финтех, блокчейн. Вот те вещи, которые нам на сегодняшний интересны. Друзья мои, скажите, пожалуйста, у кого есть вопросы? Возможно, тогда приведем на вопрос-ответ. Здравствуйте, меня зовут Валерия. Я хотела узнать, вы инвестируете как DC или так же рассматриваете вы инвестируете возможности других фондов? Ну, очень по-разному. То есть, как бы, у нас, как бы, у нас свои деньги, у нас нет фонд, поэтому, как бы, у нас нет такого, как там, проспектусы, инвесторы, мы обещали АВС, и можно только АВС, можно и все, что угодно. Потом мы смотрим на какие-то интересные проекты, команды, какие-то возможности. не ограничены какими-то, скажем так, как и мужчины. Но да, если у нас, без вещей, это будет без других комплексов, то есть, это нормальный класс. И проекты вы обираете со всего металлами? Да. К вам можно до себя пройтись? Конечно, надо. Спасовывая у вас соотношение между запросами и тем, что мы делаем, то есть, что мы делаем, то мы будем расслышать и уважать. Вот. Друзья мои, у кого есть вопрос? Не всегда получится пообщаться с таким человеком. Все сняются. Да, люди. Полей, его было. Добрый вечер. У меня вопрос насчет, конкретное имя насчет криптокармазиса. Как вы видите это криптокармазис? Да. Вообще, смотрите, мы… Ну, вот, собственно, я владею критобиржей, в том числе. Вот. Как мы всегда это видим? Ну, во-первых, надо сказать, что есть классические инструменты преименчения капитала, долг перекрытия, да, собственно, нет другого такого источника капитала у компании. Вот. И, собственно, токеновика, все эти блокчейные вещи, они позволяют создавать инструменты нового типа финансовых. То есть, условно, если раньше все, что мы могли сделать, одолжить деньги, платить проценты, потом долг, да, и же провести деньги в уставный фонд и, собственно, платить дивиденды и какие-то корпоративные права. Токены позволяют, во-первых, добавить ко всему этому ликвиденность. Вот. Потому что внутри блокчейна очень легко удобно, можно быстро распоряжаться этими вещами. Во-вторых, добавлять к ним какие-то новые интересные свойства. Например, скажем, если у вас компания Крайда выпустила бонды, криптобонды, например, раздали их вашим клиентам. И тем клиентам, у которых больше токенов, они получают какую-то большую скидку или какие-то другие вещи. Собственно, я верю в то, что в так называемые security токены. Когда токен является продолжением вот этой вот истории про capital markets, продолжением истории про акции, про аббригации и такого рода инструментов. Поэтому, собственно, очевидно, что есть большое количество проблем у блокчейнов этих всех, которые не решены. Например, они очень влиятельные. Биткоин не может делать больше 200 транзакций в секунду сегодня. И эфир, по-моему, 14 транзакций в секунду может делать. Для сравнения диза делают миллион транзакций в секунду. Собственно, есть много-много других ограничений в этом отношении. Однако, что важно, что так же, как в конце 2000-х был там большой очень хайк в отношении интернета, он как бы очень сильно поднялся, потом он пал, да, собственно, и потом это все начало постепенно-постепенно растить. То есть я думаю, что похожая история, возможно, будет и с этим направлением, да, в том смысле, что мы находимся самым-самым за этом пути. И, опять же, нам сложно предсказать, насколько сильно изменится в этом отношении мир. Важно говорить, что есть такая штука, как смарт-контракт, который, опять же, не сильно глубоко поднимается предпринимателями, но суть его в том, что внутри блокчейна существует, можно иметь не только токены и друг друга выбирать биткоины, да, а можно и заключать смарт-контракты. И смарт-контракт – это такой контракт, который, исполнение которого гарантируется не судом, а математическая формула. И математическая формула – быстрая, простая, некоррупируемая и, скажем так, эффективное в исполнении, и не нужно платить безумные деньги юристам, чтобы добиться исполнения такого рода контракта. И, собственно, смарт-контракты – это из тех вещей, которые действительно очень сильно могут изменить мир. Потому что представьте себе мир, где будет гораздо меньше юристов, да, где, скажем так, способы исполнения обязательств, будут гарантироваться, собственно, формулой, да, а не какими-то определенными договорами бумажными. Собственно, я думаю, что в будущем юрист, не программист, таких людей не будет. Скорее всего, все юристы, да, так, конечно, будут иметь писать код, смотреть его, да, собственно, и очень много чего будет заключаться именно в блокчейне. Собственно, пример. Т.е. один человек, который должен купить деньги, да, собственно, и там через какое-то время с этого счета списывать деньги и возвращаться обратно. Не по желанию того человека, который возвращает, да, собственно, автоматически, да. Безусловно, денег там может уже не быть, но суть не в этом. Суть в том, что смарт-контракты позволяют делать, структурировать отношения таким образом, чтобы гарантировать исполнение обязательств гораздо дешевле, проще, собственно, и эффективнее. Поэтому это так. Спасибо большое. Здравствуйте, Виктор. Спасибо большое. Очень интересно вас слушать. Хотел спросить за ваш весь бизнес опыт. Какая ваша самая большая ошибка и какой урок вы из нее вынесли, который вы можете поделиться с нами в связи? Ну, я не могу верить по размеру денег. Какая ваша такая максимальная потеря, да, я так сходу не вспомню. Я могу сказать, что о чем я долго очень переживал, скажем так, да. Вот когда у нас, когда у меня был этот бизнес, собственно, мне там было 16 лет, потом там 17-18, потом 18 лет меня забанили. На этом делаем склон, да. И, собственно, тогда вместо того, чтобы прийти, тогда у нас была куча людей, значит, и плюс мы еще очень много проектов отдавали сторонним компаниям. И нас забанили, и, собственно, понятно было, что, скажем так, как бизнес неизвестно кем он будет продолжать. И вместо того, чтобы пойти к людям и сказать им, что вот, ребята, извините, нас забанили, поэтому, как это сказать, ситуация изменилась, я собрал пол компании и их уволил. Почему это было ужасно, да. Там 18 лет уволились на кучу людей, которые вместе работали, дружились, которые тебе очень близки. Без объяснения почему. Собственно, это было, наверное, для меня лично очень большое глубокое переживание, потому что объективно, и тогда я понял, да, что, собственно, насколько важно говорить правду, насколько важно разговаривать с людьми, насколько важно всегда объяснять им зачем. Собственно, для меня вот это, наверное, была самая большая ошибка. Потому что, опять же, как это, знаете, деньги потерял, вернул вот такая вещь, которая очень динамичная, и сильно от нее, ведь, как это сказать, вещи не сильно меняются. Ну, вот, в плане эмоциональном, да, и в плане, скорее, не какая ошибка. Почему я научился, собственно, вот, наверное, научился говорить сотрудникам правду и объяснять им очень глубоко, для чего мы делаем то или иное действие, независимо от того, каким бы оно ни казалось. Спасибо. Очень часто, ну, есть вопрос? Извините. Добрый вечер. Спасибо большое за вашу презентацию. Было интересно. Но у меня такой вопрос. Всегда спрашивают, куда вы будете инвестировать, но у меня немножечко философский вопрос. Ведь со всеми биткоинами, блокчейнами, драйвлесс-карс рассматриваете ли вы вариант технологической катастрофы? Потому что слишком много разной техники и так далее. По своему бэкграунду я, компьютерный инженер, очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Мне интересно, да, вот, у вас огромное знание, мы закончили Стэнфорд, есть ли у вас план «Б»? Если завтра наступит именно та катастрофа, про которую я говорю, и как мы все знаем, если Wi-Fi нет, да, то нам нужны люди, нам не смогут помочь машину. Ну, я понял. Ну, первое, у меня есть куша недвижимости, как бы все будет нормально. Нет-нет, я именно не про вас сейчас, я именно говорю про бизнес, непоследственно artificial intelligence и так далее. Ну, скажем так, первое, знаете, у меня есть куча друзей, миллиардеров, которые очень гордятся тем, что у них нет любимых телефонов. Говорят, вот у вас есть, потому что, как это сказать, у тебя есть, если говорят, нет, а у меня нет. Собственно, и вот как бы потому, что у меня все хорошо, как бы и нет смысла, я могу пожить без необходимости постоянно не владеть. Собственно, ну, вариант технологической гороскопы, вариант пришествия инопланетян, да, то есть какие-то другие варианты, мы, конечно, про них думаем, да, то есть, но как бы я не очень верю в то, что, знаете, как это, очень часто нормальная реакция мозга возрос обратно, да. Вот, например, не работа какая-нибудь в Америке история, а непосредственно, там, глобализация. Вот они вернулись обратно, там, вообще, к тем идеям, там, Трампа и прочим вещам, да, собственно. Или на Биробритании есть какие-то проблемы, да, собственно. Вот, как бы нормальная реакция мозга, воровизит, собственно, и прочие вещи. Вот идея в том, что, наверное, скажем так, многим в новом мире не комфортно, да, особенно учитывая то, что как быстро меняется. Тем не менее, я очень слабо верю в то, что, скажем так, это каким-то образом остановится и уж тем более вернется обратно, да. Потому что, как это, идея в том, что, знаете, вот я верю в катастрофы, когда какие-то системы централизованы, да. Вот Мерсайский союз, да, то есть все очень поцентрализовано, очень четко, очень вместе решали, там, 5 ботинок, 3 картошки. Ну, то есть, таким образом, что нужно было делать. Собственно, и поэтому они навернулись, да, собственно, потому что мир усложнется, вот. Я читал книжку Липу Ангилову Котов Телеграфия, 4. Она читал книжку Липу Ангилов Котов. Нахалак. Их. Рассстанавливаем её керавычку.